МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працует Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Вестки с полю. У Гомельской области один район пересегнул экватор Жнева. Еще три наближаются. Шанс изменить житё у наркодиспансеры обмерковывали реализацию программы замешательной терапии. Вода – как место працы. Сегодня у Гомеля распочались с поборницвы воротовальников освода. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сельско-господаршее предприемство Гомельской области протягивают полевые работы. Экватор Жнева переодолел Лоевский район. Брагинский, Реншинский и Хонецкий до его наближаются. У сего в регионе обмолочены 31% площадь. С полев собрано больше, чем 240 тысяч тонн сборжа. У середнего из одного гектара отримливаются 23 центнеры. Покажек по урожайности высшей у Решицким и Житковицким – 30 центнеров. Одночасово зуборочный, на ход какой значный уплыв оказывают дожды, вядится на рыхтовку кормов и под рыхтовку палетков до сяобы азимых культур. Наши корреспонденты побывали у Добружским районе. У гэтый день зернеуборочные комбайны открытого акционерного товарства «Завидовская» выезжают на палетки на початку 11-й годины. На пирады не пройшел мостный дождь. Тепер необходно шакать, поколь зерня подсохнет. На другую полову дня синоптики так само обьяцают опадки. А тому необходно максимально эффективно выкористать час. Каб поскорить вход жнева, селета на Гомельшине додатково протягнули до удела у компании больше 600 человек – работников предприемств и студентов. У «Завидовским» в основном обыходятся своими силами. Хоть одно выключение все ж таки зарабили. Уже третий сезон помощником комбайнера тут працюе громадянин России. На работу проезжаешь что день на мотоцикле. От его везки до места працы в Беларуси меньше, как 20 километров. Организация отличная. И уже не первый сезон здесь работаю. Все устраивает. По работе и по плате все устраивает. При сприяльном надворье уборку сборжевых у «Завидовским» закончить на гэтым тыдни. А гульный намолот чекается на узровне минулого года. Об неких значных проблемах у господарцу увоголе не кажуть. Недзе 5 годов тому тут не видели, чым выплачивать зарплату. Сегодня гроши хапает и на набыть новой техники, и на додатковые меры стимулирования работников. После завершения жнива все занятые на им механизаторы поедут на отпадшинок на Черное море. Есть такие работающие, что они ни разу не были на море. Поэтому этот шанс, который сегодня дается предприятиям администрации «Завидовска» и совместно с профсоюзом данного предприятия, я думаю, что это хорошая тема заинтересованности работающих именно в данный период времени. Все-таки и для удержания кадров, которые сегодня у нас имеются, чтобы не было дефицита, чтобы люди знали, что они отработают хорошо и получат достойную заработную плату, и еще смогут за счет предприятия отдохнуть. Подчас особливо мостных и протяглых дожжу механизаторы, известно, часово переводятся на иншие работы. Урештие жнивоны сегодня галунные, але не один и клопот аграреу. Необходно створить запас кормов для живелого доля и подрыхтоваться до зимы и сяубы. Если сейчас у нас идет уборочная кампания, это еще не говорит о том, что другие виды работ не ведутся. В настоящее время активным ходом идет заготовка кормов и подготовка к осеннему севу. Первой культурой у нас будет Азимы Рабск. К нему уже сейчас приступили площади, которые высвободились после уборки зерновых культур. Готовятся для того, чтобы посеять Рабск. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». С каждым днем все теплей. Даже в регионе спынется до конца тыня. В ближайшие три дни заховается неустойливая надворья. Высокая верогодность дожжоу и на вольниц. Температура поветра в нашей складе от 14 до 18 градусов. В день будет от 20 до 24. Характер надворья изменится на выходных. В неделю опадки спынятся. Поветро прогреется до 29 градусов. И, как ожидается, початок наступного тыня будет солнечным и спекотным. Прокурор Гомельской области Виктор Морозов и старшиня Гомельской областной организации Республиканских громадских объединений «Белая Русь» Галина Терешенко сегодня провели суместный прием громадян. Со своими проблемами, некоторые из которых не выращаются протяглый час, пришли около 20 человек. Такий суместный прием керавников областной прокуратуры и громадской организации прошел в другий раз. Наибольшезначная колькость огученных сегодня проблем тычилася судовых решений. Жихары в улице Бакунина не могут найти взаиморазумения с Гомельским водоканалом. Не допомогли ни шесть судовых посаджений, ни 32 коллективные звороты у разной инстанции. Некто скаржится на соседев, с якими не отримывается вырешить замельные пытания. Некто на незаконное, на их погляд присвоение громадской майомости. Среди других сегодняшних зворотов можно выделить так само скаргу на индивидуального предпринимательника. Який заработал в Москве, не выплатил сумму, эквивалентную тысячи белорусских рублев. И еще одна грошовая тема – 36 выплаты долгу. Четыре годы тому неполнолетние украли у гомельчанина машину коштом у 6 тысяч долларов, за якую уладальнику в якости компенсации теперь выплачивается по 30 рублев что месячно. По словах прокурора Гомельской области Виктора Морозова, приемы, яке проводятся разом с представниками громадских организаций, больше эффективны, або у громадских приемных люди отчувают себе больше спокойно, чем у стенах правооховных структур. А про чатаго суместные приемы дозволяюць выращать огученные проблемы у комплексе. Функции прокуратуры, они сегодня многогранные, и есть у меня право приносить протесты по уголовным делам надзорные, по гражданским делам, мы можем поправить орган, который ведет административный процесс, ну а также вмешаться в тех случаях, когда нарушается социальное право граждан, право на труд, на получение заработной платы, мы, конечно, в таких случаях немедленно реагируем. Ну и где-то предполагается вмешательство не только государственных органов, но и общественных органов, которые могут оказать социальную, адресную помощь тому или иному граждану. У Гомельской в области около 2500 человек состоят на улику у наркологичным диспансеры в связи с наркозалежностью. Полова из них проходит лечение, и только 152 – замешальную метадоновую терапию. Пытанию поширения охопы людей, які могли таксамо скористаться такой формой лечения, присвятили круглый стол. Подадзенных Сусветной Организацией Оховы Здоровья для эффективной метадоновой терапии, яе повинны отримливать 40% от огульной колькости хворых. У нас в этой узрове не досягая и 1%. Замешальная терапия дозволяя обмежевывать споживание наркотиков, снижать уразливость до инфекционных захворваний, выводить с криминального осяродя и повышать узровень корыстания медицинскими послугами. Середнестатистичный наркозалежный жахар Гомельской в области гэтамушина во взросе от 21 года до 40 – беспрацовный, ранее судимый, без семьи. Зразумело, что тяжко затекавить замешательной терапией человека, как и у вогуля немая мета у житти. Медицинские и громадские организации шукают способы притягнения наркозалежных для лечения. Пешеходные переходы в районе центрального рынка Гомеля обсталевали трехвугольниками башности. Великая колькость наведывальников гандлевых родов, как пеших, так и на автомобилях, робить участок пролеглой дороги потенциально небеспечным. Ускладняется ситуация еще и неотбайным ставлением водителям до правилов дорожного руху. На свежей разметце припаркованы автомобили. За их зусим не башна пешеходов – ни детей, ни дорослых. Удельники дорожного руху подвергаются небеспецы за некольких бестурботных грамотян. Только при допомоге супрацовников Держа-Аутоинспекции удалось Амаль полностью расчистить трехвугольники башности, которые начали працевать на коры себе успешному дорожному руху. Такая разметка визуально звужает дорогу. На таких участках автомобилисты автоматично снижают худкость. До того, штрехвугольники башности закликаны выключить вероходность парковки машин ближе 15 метров от пешеходного перехода. К этому еще треба влучшить водителям. Держа-Аутоинспекция Гомельшины усмыцнила контроль за выконанием правилов припынку и стоянки транспортных сродков. В дальнейшем будут продолжены обследования пешеходных переходов, в частности, вблизи учреждений образований, для проведения аналогичных изменений в организации дорожного движения. Так, например, уже запланировано устройство сужения проезжей части улицы Карповича, вблизи пешеходного перехода в районе средней школы номер 11. Трехвугольниками башности обсталеван и так самый пешеходный переход на улице Головацкого. Гомель зарабил еще один крок на шляху максимальной безопасности пешеходов, как наибольшь уразливой категории удельников дорожного руху. С первого дня у Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, и он будет денежить до конца костричника. Додатково установлены минимальные споживецкие бюджеты для разных социально-демографичных групп. Бюджет прожиточного минимума у середнего на душу населительства в складе 230 рублей 91 копейку. За его росту индексуются по мере минимальных працевных и социальных пенсий, допомог подоглядь за инвалидом первой группы и допомог семьям с детьми. Как рыба в воде. Сегодня у Гомеля стартовал областный чемпионат по вратовальным шматборь и сярод работников АСВОДА. Пятый год за порой он проходит на базе Новобелецкой вратовальной станции. На открытии с поборниц того побывала Ганна Корольчук. На построение вышли 15 команд по одной от кожной станции в области. В составе 4 вратовальники, 3 водолазы и моторист. Они поборничают в 4 дисциплинах и каждая максимально наближена до реальных умопраций. Своё особливое новое уведение наших регионов – особное выпробование для 13 старшин вратовальных постов. Уже второй год подряд мы практикуем старшин спасательных постов. Это руководители старший матрос-спасатель. Это старшины постов. Они у нас круглогодичные. И они также занимаются профессиональной подготовкой. И в рамках служебной подготовки мы их привлекаем на соревнования. Они будут участвовать в всего лишь двух упражнениях. Это спасание с лодки и подача спасательного круга. Это чаще всего те мероприятия, которые они используют в повседневной жизни. Первая дисциплина с поборниц того – плавание у ластах на 100 метров с перодоленем пирожкот. Это то, что выполняет матрос-вратовальник каждый день. Веслование на лодце и докладная подача вратовального круга – так само обовязковое умение супрацовника освода, для которого потребны докладность, спрыт и сила. Самая складанная дисциплина четырехборья – уздым манекена с глубины трех метров и его правильная буксировка. Закрыть с поборництвы выход вратовального катера по тревозе. Вядома на праце вратовальникам доводится иметь справу не с манекенами, а с реальными людьми. Тому и смагаются неделя кубков, а для тренировки. Работаю уже более десяти лет и езжу также на соревнования более десяти лет. Я считаю, что все нормативы сложные, но самое основное – это выход катер по тревоге, который выполняется всей командой. На пляже бывают случаи, что где-то там далеко от пляжа бывает, в нетрезвом состоянии купаются и терпят бедствие. И вот команда по тревоге уезжает на катере и те же самые действия как бы. Переможцы выявляют у особистых и командных залейках. Лепшие вратовальники выступят на республиканском чемпионате наприконцы женивня у Гродня. Зараз у Гомельской областной организации «Асвод» працуют 273 штатные работники из 112 сезонных матросов-вратовальников. С початку года они попередили больше за 900 несчастных выпадков на воде и вырятывали на водоемах 27 человек. Утымлику 11 детей. Ганна Коральчук, Василий Осипцов, телерадио «Компания Гомель». Черговый день народжения Гомеля с устроения у Кветках. 14 вероятнее областный центр означает 877 годы. Гомельский городский выконавший комитет пропонует гомельчанам долучиться до свято и стать не только глядачами, а и его непосредными удельниками. Головная тема – Кветки. Администрация города запрашает до уделу усих – от ландшафтных дизайнеров до аматоров покайовых и садовых кветок. Коли у вас есть креативные работы для уделу в выставочной зоне, досылайте фотосдымки на электронный адрес с указанием контактного телефона для зворотной связи. Заявки принимаются до 1 вероятня. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Дефакто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Несмотря на дождливую погоду, аграрии полностью готовы к уборке урожая, а милиционеры – к контролю за попытками хищения дизельного топлива. На днях сотрудники ГАИ задержали микроавтобус, в котором находились две канистры с окрашенной соляркой. Автомобиль «Мерседес» остановили в Ельском районе для проверки документов. При осмотре салона инспекторы увидели там емкости с дизельным топливом – по 20 литров каждая. Судя по цвету, солярку слили на одном из агропромышленных предприятий. Но об этом 37-летний водитель ничего, естественно, не рассказал. Назначена проверка. Совершил кражу на рабочем месте. В Реческом районе сторож местного агрокомбината похитил 490 килограммов комбикорма. На выезде из территории зерносклада мужчину остановил экипаж сотрудников милиции. Они решили проверить груз, который перевозил водитель в своем автомобиле, и обнаружили, что произошла кража. Сторож загрузил в авто более 10 мешков комбикорма. На мужчину составлен административный протокол за мелкое хищение. В момент столкновения с автомобилем попал в объектив видеорегистратора виновника ДТП. Водитель отвлекся и въехал в задний бампер машины, которая ехала впереди по той же полосе. ДТП произошло на проспекте Октября областного центра. 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, неправильно выбрал скорость движения и не учел состояние дорожного покрытия. Экстренное торможение на мокром асфальте не спасло от столкновения. Мужчина протаранил стоявший перед светофором Opel. 73-летняя пассажирка этой машины получила травмы и была доставлена в больницу. Но госпитализация не понадобилась. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения дистанции до впереди движущихся транспортных средств. Необходимо выбирать дистанцию таким образом, чтобы у вас была возможность экстренного торможения при необходимости. Также не забывайте учитывать боковой интервал до рядом движущих транспортных средств. Эти нехитрые действия помогут вам избежать столкновения. И в завершении о находке, которая переполошила людей на улице Мазарова областного центра. Накануне на автостоянке была найдена ручная граната. Корпус боеприпаса выглядывал из-под земли. Его-то и обнаружил внимательный автолюбитель, который сразу сообщил о находке в милицию. Парковку на некоторое время оцепили, но эвакуация не проводилась. Саперы установили, что граната относится к периоду Великой Отечественной войны. Взрывателя на находке не было, боеприпас утилизировали. А гмельчанина, который его нашел, поблагодарили в милиции. К этому часу это все новости. Следите за происшествиями вместе с «Дефакто» и оставайтесь на «Беларусь-4». До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. С прицелом на медали мужская команда гонбольного клуба «Гомель» готовится к новому сезону. До конца этой недели у гонболистов беговая подготовка во дворце легкой атлетики и работа в тренажерном зале. С ближайшего понедельника начнутся игровые тренировки. В межсезонье состав команды Сергея Цыганкова претерпел серьезные изменения. Выступление за клуб завершили сразу семь гонболистов, новичков пятеро. Ставку делали на опытных игроков. Усиление коснулось практически всех позиций. Соглашения подписаны с белорусами. Голкипером Владимиром Корсаком, правым крайним Станиславом Шафаловичем и левым полусредним Иваном Телепневым. И украинцами, разыгрывающим Сергеем Орловским и линейным Евгением Кравченко. Последний, кстати, успел поиграть в чемпионатах Украины, Польши и Испании. В составе Гомеля гонболист намерен бороться за награды чемпионата. Занять с Гомелем третью позицию минимум. У нас задача третьей – побороться за СКА за вторую строчку. Так, конечно, очень интересно сыграть с такими командами, как Брест, которые выступают в виде чемпионов. Ну и СКА, Минск. Очень крепкий коллектив. Очень интересно, очень много знакомых с этих команд. Хотели встретиться на площадке и доказать свою силу им. По мнению главкома Гомельчан Сергея Цыганкова, состав подобрался боеспособный. Побороться за бронзу национального чемпионата у команды есть шанс. Ставку делают не только на своих и приглашенных опытных гонболистов. Результата ждут и от молодежи. В прошлом году они получили аванс игровой, потому что так сложилось, что пришлось молодым игрокам, 17-17-летним, играть много в чемпионате. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, не хотелось форсировать подготовку, потому что ни к чему хорошему это не привело бы. Поэтому я думаю, что в этом году уже по показателям с отпуска, так как вышли они физическими. И по сегодняшней работе видно, что молодежь обязана добавлять. В августе команда Сергея Цыганкова примет участие в двух международных турнирах – в Гомеле и Запорожье. 31 августа уже старт чемпионата страны. Хоккейный клуб «Гомель» объявил о подписании еще одного новичка. В стан Рыси перебрался форвард Илья Серегин. Соглашение с «Россиянином» рассчитано на один год. За плечами хоккеиста 178 матчей и 67 результативных баллов за различные клубы ВХЛ. И 181 игра и 108 очков за команды чемпионата Казахстана. В составе сырой арки он стал чемпионом Казахстана. Евгений Кондраченко победил в традиционном международном турнире по шашкам 64 «Белая ночь» в Санкт-Петербурге. На соревнованиях выступили 74 спортсмена из пяти стран. Гомельчанин по итогам турнира набрал 14 очков из 18 возможных и опередил россиян Михаила Горюнова и Григория Гетманского. Также Евгений Кондраченко победил и в турнире по молниеносной игре. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.